Продолжение следует... Чтобы начать нашу сегодняшнюю тему, я, как всегда, хочу сделать несколько объявлений. Во-первых, тем, кто только что зашел на наш вебинар, отмотайте, пожалуйста, чат в самое начало. Вы увидите там две полезные ссылочки. Первая ссылка – это расписание всех наших вебинаров на первые полугодия 2017 года. Полное расписание до июня месяца. Вы можете записаться, зарегистрироваться на любой из наших вебинаров. И вторая ссылка, предвосхищая ваши вопросы о том, будет ли опубликована запись сегодняшнего вебинара, это ссылка на наш видеоканал в YouTube, на котором публикуются все наши вебинары. Пожалуйста, заходите на наш канал, подписывайтесь на него и смотрите все наши вебинары в записи. А сейчас я хочу представить вам наш следующий вебинар, который состоится уже в марте, состоится 1 марта. Будет называться он вот так, будет посвящен вебинар нашим тематическим коллекциям. Будет называться «Печальные годовщины 2017 года. Новые тематические коллекции университетской библиотеки онлайн». Расскажет нам на эту тему Леонид Сурис, составитель этих коллекций. Ну и зарегистрироваться можно на этот вебинар, вот прямо перейдя по ссылке, которую я сейчас приведу в чате. Вот, пожалуйста. Ну и да, и для тех, кто еще не в курсе, хочу рассказать о том, что с февраля месяца мы всем посетителям наших вебинаров, всем участникам наших вебинаров предоставляем бесплатный электронный сертификат, который придет вам по почте. Ну, если быть более точным, по почте вам придет ссылочка, по которой вы должны будете перейти, зарегистрироваться, и после этого сможете свой именной сертификат получить. Сертификат цветной, его можно распечатать, и он ничем не отличается от обычного бумажного сертификата. Коллеги, ну вот у меня все, а сейчас я попрошу вас в течение полуминуты остаться на линии, не уходить никуда. Мы переключимся. Сейчас я предоставлю слово Олегу Владимировичу Молодецкому, заместителю генерального директора компании Директ Медиа, который, собственно, и осветит сегодняшнюю нашу тему, которая называется «По книжной или коллекциями лучшие стратегии комплектования электронных ресурсов». Итак, через полминуты... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас на очередном вебинаре Университетской библиотеки онлайн. Вначале выражу свою благодарность нашему бессменному соведущему Павлу Калинникову, который представляет наш учебно-методический центр, за его энтузиазм и прогрессивную деятельность, которая способствует нашему с вами общению. Итак, наша сегодняшняя тема, которая была анонсирована «По книжной или коллекциями? Лучшие стратегии комплектования электронных ресурсов». В переводе на библиотечный язык я бы назвал эту тему, несколько обозначил бы эту тему, несколько иначе. «Старые песни о главном». Старые, потому что всегда библиотеку, вузовскую библиотеку интересовал и интересует актуальный контент, книги, которые должны быть в библиотеке. «Старые» о главном, потому что этот вопрос, он независимо ни от каких сегодняшних реалий, приказов, административных или других веяний, он все время актуален. Итак, «По книжной или коллекциями» будем сейчас с вами рассматривать и пытаемся вывести эту самую лучшую стратегию комплектования. Ну, вот вы видите все, да, что у нас. Что у нас и знаете, может быть, все, а может быть, и кто-то еще и не знает. Вот я был на прошлой неделе в одном московском вузе, не буду говорить в каком. Директор библиотеки ничего не знает о приказе 1651, не знал о приказе 1651 от 26 декабря 2016 года. Поэтому давайте еще раз, кто знает, потерпите. Кто не знает о новых реалиях нашей с вами совместной работы, то сейчас о них услышат для себя что-то новое. Да. Ну, вот видите, темнице рухнут и свобода. Нас примет радостно у входа. Ну, нас-то она вряд ли радостно примет, а вот вас, вот, вам действительно, так сказать, административная поблажка, вышло некое, да, послабление, вот, в виде приказа 1651 Минобра 26 декабря 2016 года. Собственно говоря, там дальше мы рассмотрим трактовку приказа, к чему он нас с вами ведет. Ну, в общем-то, он соответствует. Свобода здесь не просто так. Действительно, вот, определение есть классическое философское понятие свобода. Это состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. Ну, перефразирую и дальше уж Александра Сергеевича Пушкина, а ИБС контент вам отдадут. Приказы Минобра науки России 1651 на 26 декабря признаны утратившими силу приказы Минобра РФ. И, соответственно, Минобра науки номер 1246, 1623 и 133 в части обеспеченности, степени устареваемости и грифованности учебной литературы. Документ вступил в действие с 8 января 2017 года. Это, кто там, АПОЭР. Кто не знает, АПОЭР – это ассоциация пользователей и производителей образовательных электронных ресурсов. Наша компания одна выступила в свое время одним из соучредителей. Так вот, для того, чтобы попытаться разобраться в содержании, в смысле, в букве этого приказа и попытаться даже в духе этого приказа разобраться, АПОЭР 16 января 2017 года в лице исполнительного директора госпожи Квелидзе Кузнецовой направила письмо Минобра науки России на имя замминистра Огородовой ни много ни мало, с просьбой прокомментировать возникшие вопросы относительно новой ведомственной инициативы. Не так давно, буквально, так сказать, несколько недель назад, АПОЭР получила официальный ответ. Ответ из министерства за подписью директора департамента господина Тимонина. Он не такой, так сказать, емкий, не буду его подробно рассматривать, но вот привел прям цитату из документа, самый последний абзац. Да, он звучит следующим образом. Таким образом, по мнению департамента, образовательная организация высшего образования самостоятельно обеспечивает формирование библиотечного фонда, отвечающего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и обеспечивающего обучающимся возможность качественного освоения образовательных программ. Ниже там идет подпись господина Тимонина. Ну, к сожалению, полученный ответ мало что прояснил. Ну, как говорил любимый народом полковник Исаев, ясность – это одна из форм полного тумана. Да, но вот, в общем-то, на мой взгляд, вот этот абзац, он достаточно, так сказать, характерен и задает некий вектор направления, опять же, да, вот, такое, которое соответствует определению философскому свободы, да, состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. То есть, таким образом, действительно, мы видим, что сегодня очень многое дано самим ВУЗам, да, в части комплектования фонда формирования. Но, с другой стороны, не будем забывать, кому много дано, с того много спросится. Ну, вот, давайте здесь посмотрим, что же все-таки изменилось в сегодняшних реалиях. Теперь основным документом, регламентирующим обеспеченность дисциплин учебниками, является всеми нами любимый ВКОС. Согласно федеральным образовательным стандартам, дисциплины комплектуются учебной литературой, указанной в рабочих программах, преподавателей, в печатном или электронном виде. Минимальные нормы книгообеспеченности тут довольно четко прописаны. Это или подключение к электронной библиотеке, не менее 25% учащихся по программе, или наличие печатных учебников в количестве не менее 50 экземпляров на 100 студентов. Ну, также устранены противоречия между новыми и старыми нормативами. С одной стороны, давно было отменено грифование учебников, но в приказе 1623 сохранялись рудиментно требования к объему фонда грифованной литературы. Теперь этого требования нет. Нету также и степени учета степени устареваемости. Можно учить по учебникам прошлого века. Да, можно. Здесь многое зависит от выбора самого преподавателя. Ну, как же складываются отношения тогда сегодня у вузовских библиотек с агрегаторами? По-разному они складываются. Но стоит, наверное, рассмотреть более прикладную, конкретную тему в этих взаимоотношениях, которые соответствуют нашей сегодняшней тематике. Это доступные сегодня на рынке ИБС стратегии комплектования. Ну, вот что могут реально, фактически, как могут быть ИБС, так сказать, быть полезными в вузовской библиотеке именно в работе в разрезе комплектования. Ну, мне хотелось бы выделить шесть, на мой взгляд, основных стратегий комплектования и взаимодействия библиотек с электронными библиотечными системами. Ну, первое, это когда библиотека приобретает бумажную книгу плюс электронную книгу. Файл на платформе какой-либо электронной библиотечной системы. Вторая стратегия – комплектование покнижно, точечно, когда библиотека берет только избираемые отдельные файлы на платформе ИБС агрегатора для вуза. Есть многими любимая форма комплектования, когда вуз покупает, приобретает для библиотеки издательские коллекции на платформе, да, электронной библиотечной системы. Есть также блочное комплектование. Четвертая стратегия – когда профильный вуз подписывает только ту часть ИБС, которая соответствует базовому ГСН вуза. А всей остальной, невостребованной половине базовой части, он говорит, спасибо, не надо. Тем самым он получает для себя какой-то определенный массив востребованной литературы и при этом оптимизирует экономическую составляющую контракта. Пятая стратегия комплектования – когда базовая часть ИБС приобретается полностью, оформляется подписка вузовской библиотеке на весь ресурс. Да, это такая самая простая. Ну и, конечно же, шестая стратегия – достаточно многообразная, многогранная, которая включает в себя некие комбинации, когда комбинированные модели использует библиотека. Например, базовая часть ИБС плюс коллекции, плюс или отдельные издания. То есть, вот все то, с чем сталкивалось на своем достаточно богатом практическом опыте университетская библиотека онлайн, при комплектовании вузов электронными изданиями, использовании нашего ресурса, ИБС книга фонд, вот я попытался изложить, сформулировать в виде вышеназванных стратегий. Ну, безусловно, у каждой стратегии есть как и плюсы, так и минусы. Конечно же, к плюсам относятся избирательность и получение только востребованного контента. А вот среди минусов я бы выделил следующие. Сегодня намечается такая нездоровая, на мой взгляд, тенденция роста стоимости экземпляра. Причем вот эта высокая стоимость экземпляра, она идет со стороны издателей вузовской литературы. Потому что они держат цены. И не просто их держат, а постоянно, их постоянно, постоянно они, так сказать, растут. Ну, с другой стороны, мы все с вами привыкли, так сказать, к росту цен и на потребительские товары, и на услуги. Да, это такая уже неотъемлемая часть нашей жизни. Но здесь мы тоже с этим сталкиваемся. Да, причем бывает так, что чем в меньшем количестве электронно-библиотечных систем представлен контент, тем он дороже. Да, вот приходится сталкиваться вот и с этим. Конечно же, архаично смотрится уже множество нисходных платформ и интерфейсов. Да, особенно в крупных вузах. И мы понимаем и разделяем их мнение в том, что, конечно же, в каждом вузе должен, должна быть своя унификация, своя единая точка доступа. И когда много, действительно много, то есть, да, иногда, так сказать, больше, чем пальцев на одной руке, различных ресурсов, и каждый со своей эргономикой, со своими клиентскими сервисами, да, то это действительно пользователям неудобно. Причем неудобно это и самой библиотеке, и преподавателям неудобно, и студентам. Да, это, конечно, уже архаично. Мне кажется, что сегодняшнее время, оно уже, так сказать, нам позволило пережить те времена, когда просто радовались тому, что уже появился какой-то электронный ресурс в вузе. Поэтому все чаще и чаще нас просят, и не просто просят, а требуют, да, интегрировать в единую вузовскую точку доступа наш ресурс, для того, чтобы просто действительно был сервис на уровне высоких технологий. Еще одна болячка – это мерцающий контент. То книга есть, то книги нет. Ну, к сожалению, многие дистрибуторы этим грешат, потому что, конечно же, дистрибутор – это не производитель, да, это компания, которая оказывает и комплекс сервисных услуг, и является поставщиком продукта, она доводит его до конечного потребителя. Это цивилизованная форма, экономическая форма, которая, институт, отработанный, так сказать, в мировой экономике уже, так сказать, годами. Вот, но недостаток, конечно же, что мы не обладаем полнотой прав, полностью, так сказать, да, на контент исключительными правообладателями, являются издательства, авторы, у них свои взаимоотношения друг с другом. Вот, очень часто бывает, что, достаточно часто, что по каким-либо причинам книги могут уходить, да, из фонда. Это называется, на нашем языке мы называем мерцающим контентом. Мне приятного, конечно, в этом очень мало. Ну, следующий существенный недостаток, на наш взгляд, это лимитированный срок подписки. Потому что стандартный базовый период подписки, как мы знаем, это год, а книга, она нужна, актуальная книга, она нужна всегда. Если она стоит в РПД, то РПД были вчера, есть сегодня, и будут завтра. Соответственно, конечно же, это вполне нормально, и это так и должно быть, чтобы ВУЗ имел данное издание в электронном виде, в фонде своей библиотеки, там не год, да, не два, не три, а даже, может быть, столько лет, сколько ему нужно. Тем более, сегодня, так сказать, сроки актуальности-то убрали, там, да, мы уже начали забывать про пять, там, про десять лет, там, гуманитарное, естественно, научное. Нету срока давности у качественного контента, у контента, который включается в РПД, срока давности теперь нет. Поэтому лимитированный срок подписки – существенное ограничение. Ну и, конечно же, отсутствие репозитария контента, да, это хранилищ, как раз которые позволяют, позволили бы пользоваться годами необходимой, необходимой книгой. То есть вот со стороны электронно-библиотечных систем есть над чем работать. Ну, вот, исходя вот из вышеизложенного, да, вот как раз и получается некая, на наш взгляд, оптимальная форма комплектования. Да, в чем же она выражается, в чем она заключается? В том, что сегодня, сейчас, помните, такая была старая добрая советская веселая песенка? Ну, вот, вот, там был такой предприпев. Нет-нет, мы хотим сегодня, нет-нет, мы хотим сейчас. Потому что понятно, что нужды наших уважаемых библиотек, они действительно требуют, они насущные, они актуальные, книга нужна сегодня, и учебный процесс его не остановить никак, никоим образом. Поэтому, действительно, родилась у нас такая, на наш взгляд, новая форма, да, которая, мне кажется, будет интересна всем нашим уважаемым контрагентам. То есть, библиотека покупает у дистрибутора только электронные файлы книг. Ну, сразу оговорюсь, что там с платформой или без. Это решает, безусловно, сама библиотека. Потому что мы сегодня, опять же, сталкиваемся с тем, что у очень многих агрегаторов уже платформы, это, так сказать, платформы никого не удивишь, они во многом архаичны. И нам уже, говорит, вы знаете, вот у нас, у нас гораздо, в нашем ВУЗе, вот платформа гораздо, на наш взгляд, интереснее и, так сказать, как-то функциональнее, чем ваша. Ну, конечно, потому что не остановить развитие, да, технологии и объективно многие ВУЗы имеют свои очень продвинутые, как молодежь говорит, платформы. Поэтому, конечно, по желанию, с оговоркой с платформой или без. То есть, если у ВУЗа есть там своя прекрасная электронная библиотека, ну, зачем мне еще избыточные, так сказать, там, чужие какие-то решения, да, чужий интерфейс. Поэтому библиотека покупает только электронные файлы книг, да, на любой необходимый ей срок. Там от одного до десяти лет и более. С платформой или без. Конечно же, все происходит в правовом поле при наличии у электронно-библиотечной системы полного объема прав от правообладателя, от издательства на такую долгосрочную, или, я бы сказал, даже бессрочную, да, поставку своего контента в ВУЗовскую библиотеку. В сумме, конечно же, в сумме, в единовременной выплате, да, это будет, конечно, достаточно ощутимая сумма. Но если мы разложим ее на годы-годы вперед, то, безусловно, эта цифра, она будет выгодна. Выгодна, прежде всего, выгодна ВУЗу, потому что книга обойдется значительно дешевле. То есть экономически это очевидно просто, да, здесь, так сказать, бесспорно совершенно. Далее не нужно будет каждый год, там, или два года, три года пролонгироваться, да. Здесь мы с вами вступаем в взаимоотношения ЕГИ-НЖД на какой-то определенный, так сказать, да, длительный период времени. Нет, ну, докупать, конечно же, докомплектовываться можно там и нужно. Это же, так сказать, не значит, что мы не будем в контакте, не будем общаться, не будем, так сказать, поддерживать ассортиментную матрицу. Ассортиментной матрицей мы называем те 30-40 основных издательств, которые практически востребованы всеми ВУЗами, без которых, в принципе, невозможно организация учебного процесса. Да, то есть, это самые востребованные на сегодня книги. И во многом такая форма бессрочного комплектования по файлово, она снимет многие, многие, многие вопросы. В частности, да, мерцающего контента, да, там, удорожание контента. То есть, здесь понятно, что раз вы приобрели себе книгу, файл, там, на 10 лет, вперед, вы единожды заплатили все, так сказать, по фиксированной цене, соответственно, так сказать, уже никаких переплат, вот, никто цены не поднимет и не потребует привлечения каких-то дополнительных затрат и бюджетных ресурсов. Ну и, конечно же, она, книга, она уже у вас в фонде, и вы можете, так сказать, быть спокойными, что в РПД данная позиция у вас закрыта. И уже, так сказать, да, не думать, а как там, вот, а как там не исчезнет, да, вот как они там вообще, к чем они придут, вот, эти ИБСы, что они там опять, так сказать, там, к пролонгации нам приготовят, так сказать, да, какой там у них будет опять кот в мешке, вот что там, что там вот у них. Поэтому мы призываем, вот, осмыслить вас, эту оптимальную, на наш взгляд, модель комплектования во многом, да, и если она вам интересна, вот, обращайтесь, мы будем, простите, мы будем вести тогда работу по получению необходимых прав, от издательств, для того, чтобы именно переходить частично на новую, действительно новую форму комплектования электронными изданиями вузовских библиотек. И самое главное, что мне хотелось бы сказать, что так и должно быть, так тому и быть, потому что библиотека любая должна комплектоваться, исходя из насущных потребностей, да, не из-за каких-то, так сказать, выполнения нормативных требований, или, так сказать, прихотей агрегатора, да, или что-то, так сказать, желания поработать в нагрузку, да, многие помнят, да, советские времена, люди нашего поколения, да, что такое в нагрузку, все прекрасно знают, вот, на наш взгляд, так сказать, это никуда не годится, а вот новая форма этим более прогрессивна. Кстати, вот, пользуюсь моментом, пока можно иметь обратную связь с вами, да, если вот такой экспресс-опрос, задать вам сейчас вопрос, и, может быть, буду, так сказать, благодарен за полученные ответы, насколько действительно вам это интересно и актуально, да, такая форма работы. Опять же, сразу хочу сказать, что одно не исключает другое, то есть вы сразу, так сказать, не думаете, что мы собираемся отказаться, так сказать, да, от классической схемы работы, нет, ни в коей мере. Вот, опять же, просто это инновационная какая-то, да, форма комплектования только для тех, кому она необходима. Естественно, все наработанное опытом, выстраданное и точечное покнижное с платформой, и базовая часть, и издательские коллекции, и какие-то варианты, так сказать, комбинированные, да, то, о чем мы говорили, блочное комплектование, все это остается. Просто мы хотели бы сделать приятное, да, и, как раньше тоже говорили по просьбам трудящихся, да, есть такие библиотеки, которые на нас выходили, да, и сподвигли нас, так сказать, да, к такой новой формуле комплектования. То есть это будет еще один сервис, это будет еще, на наш взгляд, одна из удобных форм нашего с вами взаимодействия, да. Каждой библиотеке по потребностям, каждому агрегатору по труду. Так, давайте здесь вот лента какие-то вопросы, вопросы, сейчас давайте посмотрим, что здесь нам аудитория. Так, спрашивает. Ну вот видите, да, то, о чем мы с вами и говорили, что, вот, прям цитирую, что для вузов мерцание контента выливается в бесконечное редактирование карт книгообеспеченности и рабочих программ дисциплин. Вот это и есть один из главных посылов, да, который, так сказать, нас вот сподвиг к такой вот форме комплектования. Потому что, конечно, я понимаю тот объем работ и не понаслышке эти огромные формы, огромное количество таблиц. Да, вот видите, тоже есть, так сказать, отзывы, обратная связь, что такая форма приятна и полезна будет. Вот, ну вот, благодарю за то, что вы услышали. Вот, угу, так, значит. Соответственно, вот, вопросы продолжают поступать. Покнижное подключение, как правило, получается дороже, а покупка файлов... Нет, покупка файлов не будет дороже, чем покнижное комплектование. Единовременно просто будет сумма выплаты больше, но если она будет расписана, опять же, если это бессрочно или на 10 лет, то, конечно же, это должно быть дешевле. Вот, и будет дешевле. То есть, это некая такая манипуляция экономическая для того, чтобы дополнительно заложить какую-то маржу и, так сказать, на этом провести какую-то биржевую спекуляцию. Так, если покупать файл без платформы на необходимый срок, то какие преимущества приобретения изданий в ВВС, а не напрямую у издательства? Хороший вопрос. Значит, как показывает сегодняшняя, так сказать, практика и не только, так сказать, на рынке ИБС, на книжном рынке. Собственно говоря, само понятие дистрибутор, ведь ИБС, да, если мы немножко сейчас, так сказать, переключим свое внимание с библиотечной темы на экономику, да, то ИБС это ведь не более чем дистрибутор. Нет, я сейчас не говорю, есть часть ИБС, когда издательства продают свой контент и назвались там электронные библиотечные системы, у них есть уникальное торговое предложение книги своего издательства, там ИБС одного издательства. Да, есть, да. Но даже такие ИБС, которые именно, так сказать, да, позиционируют себя как ИБС в привязке к какому-то издательству, да, вузовскому очень уважаемому, да, они все равно вынуждены дистрибутировать и контент других, чужих издательств, то есть они в той или иной мере все равно являются дистрибуторами, да, то есть это цивилизованный дистрибуция, это цивилизованный институт экономический, да, общепринятый, сформировавшийся, так сказать, да, в любой развитой экономике. Когда производитель производит, да, там, а торговец, да, продает. Поэтому в любом случае электронные библиотечные системы, они остаются, и издательству просто, многим издательствам и не нужно создавать свои какие-то, так сказать, структуры, отделы продаж, брать специально для этого специалистов, да, это же тоже зарплаты, рабочие места и прочее, прочее. Гораздо оптимальнее и гораздо продуктивнее пользоваться уже услугами электронно-библиотечных систем, которые являются дистрибуторами на библиотечном рынке. У них уже сложилась конъюнктура, да, у них уже, так сказать, устойчивые связи с контрагентами. Вот, поэтому можно, конечно, пытаться обращаться, так сказать, в издательство, и, ну, здесь что, если кто-то примет из издателей, из господ издателей такое решение, что им проще, там, продавать от себя и самим вступать, так сказать, в взаимоотношения, ну, что ж, мы же здесь не можем, так сказать, да, здесь уже, так сказать, это их позиция, и, значит, она обоснована, значит, так тому и быть. Но, в общем-то, если, так сказать, работать цивилизованно, в классическом таком подходе, да, то дистрибутор необходим, он всем удобен, контрагентам, он удобен тем, что, так сказать, да, это не некий ограниченный ассортимент, а дистрибутор, если это настоящий дистрибутор, да, он предоставляет максимальную, так сказать, палитру возможного всего того, что может предложить рынок, да, в каком-то определенном сегменте. Ну, вот, мне кажется, что мы, наша компания, ИБС, университетская библиотека онлайн, есть как раз такой дистрибутор сегодня, так сказать, достаточно прогрессивный, современный, который стремится агрегировать и предоставлять вам вузовским библиотекам максимальную полноту научного вузовского контента. Если у нас что-то отсутствует, то, скорее всего, это либо проблемы, связанные с правами, да, какие-то нерешенные, либо, когда интересующий вас контент, он дистрибутируется напрямую от уважаемых издательств через их электронно-библиотечные системы. Только так, а мы, вот, видим свою роль именно, так сказать, для того, чтобы максимально удовлетворять ваши потребности в актуальной литературе. Так, давайте посмотрим, что, что еще у нас, так сказать, здесь, да. Как быть с переизданиями, обновление, как будет происходить, да. Ну, а так же оно будет происходить, то есть, естественно, так сказать, мы будем следить и за новинками, и отбирать, и размещать у себя новинки. То есть, да, если появляется более актуальный год, ну, милости просим, мы, так сказать, делаем поставку по более свежему году. Соответственно, а насколько вам нужна та или иная книга предыдущим годом, да, мы же рассмотрели нормативную часть, но нет никаких предписаний, вообще, так сказать, не устаревает. То есть, Новый год, это, как правило, стереотипное издание, да, они мало чем отличаются, там, от предыдущих версий. Зачем сейчас в сегодняшних реалиях вам об этом беспокоиться? Здесь даже закон на вашей стороне, поэтому, ну что, ну, если новинка, конечно, понадобится с свежим годом, да, ну, а если новинка не по году, а по содержанию, то, конечно, мы тоже будем поддерживать свой ассортимент. Мы же будем в постоянном, как и сегодня, и сейчас, в постоянном соприкосновении в контакте с правообладателями, и, так сказать, да, всячески отслеживать их ассортиментную политику. Так, то есть, усовершенствованные функции бип-коллектора, да, усовершенствованные функции, ну, наверное, если использовать такое определение, ну, наверное, усовершенствованные функции тоже подходят к этой схеме, да, почему нет? То есть, вот, если, знаете, как говорится, хоть горшком назови, только в печь полезай. Здесь же мы это придумываем не для себя, выводим эту некую форму, мы все-таки работаем для сообщества, для вузовского рынка. И, на наш взгляд, ну, а что может быть главнее, так сказать, нужд конечного потребителя? Она очевидна просто, да, здесь вот, по-моему, уже все во всем разобрались, да. Первое, это оптимальная цена, чтобы это не превратилось в какую-то, так сказать, спекуляцию, потому что у всех, конечно, плохо сегодня с бюджетами, мы это понимаем. Хотя вот вчера там радостная новость, что 21 вузу страны выделили 10 миллиардов рублей на повышение качества образования. Ну, это хорошо, это прекрасно, но мы-то не забываем о том, что у нас 800 с лишним вузов, и страна-то очень большая, и двигаться можно снизу вверх, а можно двигаться сверху вниз. Ну да, давайте, конечно, сделаем, так сказать, еще добавим тем, у кого, так сказать, есть финансы, да, деньги к деньгам, как в народе говорится, а можно двигаться снизу вверх, более системно, так сказать, развивать, так сказать, да, систему высшего образования, в принципе, так сказать, целиком, но это тоже тяжело, это требует дополнительных вложений. Но, наверное, это более правильно для того, чтобы уровень среднего вуза у нас повышался, да, отдельно взятого, а не только-то, ну, здесь уже, так сказать, разные, разные стратегии. Вот обратите внимание, это просто вот так мое замечание, вот, заметил из жизни, да, ну, все мы, там, смотрим отечественные фильмы, все мы смотрим, там, зарубежные фильмы, они бывают интересные, неинтересные, я хочу не об этом сказать, а независимо от уровня, так сказать, там, блокбастера, это оскаровский фильм, там, да, или просто средний какой-то фильм, да, вы посмотрите на, ну, я думаю, что вы тоже видите это, да, средний уровень американских актеров, нынешних, нынешних я имею в виду, да, и сегодняшний уровень средних российских актеров. Вы посмотрите, независимо, как бы, да, от достоинств фильма, как работают люди, да, насколько более, на мой взгляд, выше профессиональный уровень актерского мастерства у зарубежных актеров. И это хорошо. Не-не, я звезд не трогаю, да, у нас есть звезды, у них есть звезды, это несопоставимо. Я сейчас говорю именно, так сказать, да, о некоем среднем уровне. Вот, это правильно, потому что профессионализм должен, так сказать, да, быть во всем. Но это мы уже отвлеклись, там, так сказать, от темы. Мы говорили о том, что здесь, так сказать, самое важное, чтобы была невысокая цена доступная, так сказать, соответствующая, так сказать, да, книг сегодняшним бюджетам, и чтобы книга была у вуза. А платформа – это уже дополнительный сопутствующий сервис. В плане, так сказать, да, если она необходима по умолчанию, мы тогда эту платформу тоже можем, книги вам поставлять эти файлы там вместе с платформой и теми сервисами, которые на ней есть. Кстати, в стандартных СПО по некоторым направлениям требования устареваемости еще сохраняются. Судя по тенденции, до выхода новых стандартов. Ну, для СПО, да, здесь, что ж, здесь можно только констатировать. Ну, вообще, на самом деле, конечно, вопрос устареваемости – это такой дискутируемый, обсуждаемый вопрос. Но классика вечна, и, безусловно, есть некие фундаментальные аксиомы, которые содержат в себе лучшие учебники. Ну, и только банально потому, что там прошло иное количество лет обзывать их там устаревшими, конечно, это, наверное, тоже как-то было бы странно. Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения устареваемости, наверное, вот, так сказать, то, что ВПО в высшей школе, в высшей школе отменили, это можно только приветствовать. Ну, а среднее профессиональное образование, да, вот еще. Ну, пусть подтягивается тоже, так сказать, ориентиры, ориентиры даны. Ну, вот, главное, что у нас было с вами, из тех вопросов, которые я выделил. Так, вот еще здесь что-то, да. Для печатных книг, думаю, имелось в виду не только устареваемость содержания, но и физический износ книги. Да, безусловно, конечно же, конечно. Ну, вот, мы с вами приближаемся медленно, но неуклонно к финишу. Вот лучшая стратегия комплектования. Какой же вывод мы сделаем на основе нашего с вами разговора? Мне кажется, он может быть сформулирован следующим образом, что стабильное наличие требуемого контента у поставщика на любой период комплектования вузовской библиотеке при наличии максимального количества изданий, входящих в РПД, в рабочие программы, да, и является лучшей стратегией комплектования при оптимальном ценовом предложении. Опять же, да, делаю на это, так сказать, вот акцент. Он такой получился несколько громоздкий, но зато мне захотелось, чтобы в нем были именно отражены все эти аспекты разговора, которые были затронуты и которые действительно нужны вузовской библиотеке. Еще раз мы работаем для вас. Благодарю всех за внимание, всех наших слушателей. Мы уже многих знаем, наших постоянных слушателей, которые, так сказать, проявляют большую активность. Благодарю за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok